Человеководство. Ламат, 2018 год. После того, как возникло животноводство, неизбежно возникает человеководство. Как мы разводим животных? Им создают благоприятную среду для размножения, дают жилье, еду и лечат. Потом изымают максимум требуемых ресурсов, чтобы только не подорвать воспроизводство. Если бы человеководством занимались посторонние сущности, то мы могли бы и не понять сути происходящего. Так, например, одноклеточные дрожжи не подозревают, что им помогли размножиться только ради выделяемого газа. Но так как мы говорим о себе подобных, то схему можно понять. Приведу пример. Наткнулись вы на вооруженного бандита, который под угрозой насилия предлагает вам купить кирпич за половину сбережений. Те, кто выжил, согласились. Но чувство обиды долго не дает покоя. А если дань надо платить каждый месяц, то постоянный стресс заставит жертву искать разумные методы борьбы с паразитом. И тут на помощь насилию приходит известная триада – вера, надежда и любовь. Вера – это способность обмануть самого себя. Достаточно убедить себя в том, что рэкетир – это в первую очередь добродетель. В таком состоянии когнитивный тиссонанс перестает оказывать травмирующее воздействие на психику. С такой верой к вымогательству можно относиться как к неизбежным издержкам. Надежду стоило бы заменить на цель, чтобы быть субъектом, а не объектом. В психологии выделяют стратегию самоотрицания в механизме самоутверждения, что и навязывается членам общества. Такие чувства, как любовь и ненависть, я по аналогии с электроникой назвал бы гистерезисом в алгоритме принятия решений. Чем выше уровень, тем стабильнее состояние. Акцентируемые ценности – это призыв руководствоваться предубеждениями. Убеждения – это протезы для ума в том месте, где не хватает понимания. Как набор ценностей влияет на развитие, можно видеть в Корее, где один народ был разделен и есть практически лабораторный пример эффекта. Одна часть трансформируется по пути книги Оруэлла «1984», а другая близка пути по книге Хаксли «О дивный новый мир». Зачем доверять объяснительной модели того, кто что-то отбирает или принуждает? Если деньги за что-то отбирают, то это штраф. Штраф и налог – это синонимы по сути воздействия. Если было замечено, что вы превысили скорость на дороге, то придется заплатить прогрессивный налог на скорость. Если было замечено, что вы осуществляли обмен услугами, то придется заплатить штраф за причинение пользы и еще один штраф за то, что сам на себя не донес. Выгоднее декларировать недееспособность и получать небольшую премию. Если вас уведомили о том, что отбирают, то это прямые налоги. Если отобрали, не показывая этого, то это косвенные налоги. Бремя налогов может быть проще понять на материальном примере. Сегодня, в стране, где я нахожусь, при средней заработной плате надо работать 15 часов, чтобы заправить бак автомобиля. Уберем все отчисления зарплаты, отнимем налог на добавочную стоимость, отнимем акциз, отнимем прочие сборы с юридического лица, отнимем завышение цены транспортировки из-за дорогого топлива, отнимем пошлины стороны производителя и так далее, включая сеньяраж. Получится, что за этот товар работать можно не 15 часов, а 2. С другой стороны, низкие заработные платы связаны с подрывом экономики от чрезмерного изъятия средств. Власть легко отнимает и также легко разбазаривает средства. Наблюдать это неприятно, особенно если у вас был опыт предпринимателя, и вы понимаете, с каким трудом и риском зарабатываются деньги. Предпринимательство дополнительно наказывается трудовой повинностью. Если вы начнете свое дело, то государство возложит на вас работу по ведению бухгалтерского учета. Оплачивать исполнение этого заказа государство не будет. Учет в такой форме не нужен ни предпринимателю, ни его клиенту. Под угрозой административного и уголовного кодексов придется обучаться и работать бесплатно, а также нести риск быть осужденным за ведение деятельности. Если граждане не видят выгоды в честном обмене услугами и не способны накапливать, то они станут оправдывать вымогательство. Если ваш сосед при сокращении доходов наращивает вооружение, значит таков будет его аргумент. Тот, кто торгует угрозами, будет справедливо полагать, что находится в окружении врагов. Он будет убеждать, что нуждающийся в чем-то человек должен не просить, а требовать. Если пример вымогателя оказался заразительным, то нерешительные люди делегируют право на вымогательство более наглым. Коллективное действие добавляет смелости. Переговорная сила профсоюза заключена в возможности причинения вреда тому, кто обеспечивает доход. Сговор таксистов многократно увеличивает цену проезда, что наблюдается у вокзалов во многих городах. Ради этого порой приходится избивать тех, кто готов был бы вести дешевле и не допускать на рынок новых игроков. Этим примером я хотел показать, что разница между законным и незаконным протекционизмом весьма условна. Важно, что клиенту придется заплатить дороже, а клиенты – это мы все. Хорошие условия жизни и труда присутствуют не там, где этого много требуют, а там, где на это достаточно зарабатывают. Шутка времен коллективизации. Так, сказал бедняк, пойдем в колхоз, а работать не будем. Если признать, что нужда одних оправдывает изъятие у других, то воровству не будет предела. Вернее, предел определяется терпением жертвы. Как говорят в Литве, троккинисший кончуня лаукер, что в смягченном переводе означает «поезд не ждет отстающих». При капитализме поезд не ждет отстающих. При социализме поезд существует ради отстающих. Машинисты отстающего поезда иногда задаются вопросом «Гуис Джангалт?». Идеи социализма всегда сопровождаются предполагаемым самопожертвованием и самоограничением, но реализуется это через насильственное жертвование. Результат в большей степени зависит от мотивации, а не от декларации. Сегодня демократия показывает, что люди хотят получить за чужой счет. В фиксированную стоимость проживания в том или ином городе может быть включена страховка, обеспечивающая работу служб спасения, охраны, скорой помощи и прочее. Открытая информация о добровольных пожертвованиях дает рейтинг приоритетов, за которые люди готовы платить дополнительно. Мотивацией тут является причастность к значимым вещам. Если вы подумали, что без налогов пострадает армия и порядок, значит такие как вы на это и пожертвуете дополнительные суммы. Точнее сказать, вы купите услугу, которая важна для предполагаемого будущего. Заинтересованный человек не только дает деньги, но и агитирует других поступить так же и создает атмосферу почета для щедрых людей. Содержание беспомощных осуществляется за счет продуктивных, благодаря врожденному альтруизму и чувству справедливости. Благодаря обману, альтруизм можно обратить в источник средств для паразитов. Закрепленная форма обмана – это вера. Не обязательно верить в Бога, это может быть вера в правила. Ощущение неопределенности заставляет нервничать, а вера есть наслаждение собственным незнанием. Скептики или иноверцы нарушают это наслаждение и преследуются. Лучший маркер пригодности для системы – священное отношение к абсурдному. Но когда станет очевидно, что священный глупость – ложь и негодяи, то пузырь может лопнуть. Фанатики приучены к конфронтации по условным признакам. Некоторым кажется странной традицией одних народов закрывать лицо женщины тряпочкой. Но те же люди по такой же традиции мокрой тряпочкой закрывают свою попочку на пляже. Путем инбридинга и систематического истребления всех некрасивых и непослушных человек вывел милых котиков. Среди людей тоже регулярно случаются истребления инакомыслящих и геноциды целых народов. Наивными людьми управлять проще, но кастовая система отмирает. Это значит, что люди смешиваются, и беспомощность покорного индивида передастся внуку покорявшего. Перспектива этого процесса показана в фильме «Идеократия». Только не нужно желать вреда представителю власти, который, скорее всего, не желает вреда тебе. Не так страшно, если простой человек чего-то не понимает. Гораздо страшнее, если тот, кого считают умным, недостаточно умен. Нужно менять обстановку, и самая уместная реакция – это смех. Чтобы вымогательство исчезло, необходимо, чтобы издержки вымогателя стали неприемлемыми. Неприемлемой издержкой может быть недоверие. Любая безальтернативная служба, будучи однажды создана, потом стремится упростить себе работу и теряет эффективность. Исполняемая функция может быть целью для фанатика. Для устоявшейся структуры функция – это средство, а цель – работать легче и контролировать больше. Так охране удобнее защищать власть, когда остальные люди лишены оружия и выполняют роль приманки для отлова опасных особей. Сменяемость власти снижает степень коррупции. У несменяемого руководителя подчиненный скорее исполнит преступный приказ, так как это способствует карьере. Подчиненный сменяемого руководителя не станет рисковать, опасаясь расследования. Хотелось бы, чтобы сменялись не только личности, но и отношение к допустимости насилия ради обогащения. Сейчас вымогательство записано в законе как норма. Демократия – это по-гречески, а на латыни – это популизм. Всеобщие выборы – это предоставление права на насилие тем, кто пообещал обижать не таких, как ты, и делиться отобранным. Суть привлечения людей к выборам с предрешенным результатом – это создание ощущения причастности. Это символическое одобрение собственного подчинения. Порой несправедливость одного тирана даже легче терпеть, чем несправедливость широких масс народа. Детям, естественно, быть иждивенцами и быть в подчинении. Представьте себе демократию в семье с двумя взрослыми и тремя школьниками. Родителям придется подчиниться некомпетентному большинству. Кстати, хотя все были детьми, но вырастая, люди перестают понимать, что значит права ребенка. Ведь говоря о правах ребенка, по сути, утверждаются права взрослых на ограничение прав ребенка и на принуждение к заданному поведению. Власть чуть умнее электората и относится к подчиненным так же, как взрослые относятся к детям, забывая о том, что раньше сами были детьми. В добровольных сделках власть навязывает себя в качестве третьей стороны договора с особыми правами на самих участников. Когда регистрируется брак, то на этом заканчиваются доверительные отношения двух людей и начинается исполнение трехстороннего договора. Например, если первый субъект захочет продать свои акции, то по требованию третьей стороны придется предоставить письменное согласие второй стороны. Для улучшения сервиса управляющие компании должны бороться за лояльность клиента, а не чиновника. Если в Челябинске будет неприятно жить, то можно выбрать акционерное общество Москва. Если для жизни в акционерном обществе Лондон не хватает денег, то можно поселиться в бесплатной коммуне с трудовой повинностью. Чем сильнее раздробленность территорий, тем шире ассортимент вариантов. В конкурентной среде возникает множество предложений с разными условиями для разных потребностей и разных способностей. Житель может сберегать накопление в акциях своего города и попутно участвовать в управлении. Это будет ответственное управление, а не позиция халявщика. Любые услуги уже исполнялись частными компаниями и акционерными обществами. Профессионалы сами выбирают общие нормы и критерии в их деятельности, нанимают арбитров. Власть в этом процессе выступает тем авторитетом, который может применить силу и сократить число споров между подчиненными субъектами. Но вслед за этим расцветают бизнес-модели, основанные на лоббизме. Первостепенной функцией государства считают защиту от внешней угрозы. Но наднациональный блок уже обеспечивает больше порядка, чем армия отдельного штриха, который может единолично направлять войска на анонимный захват ослабшей территории. Могут быть такие страны, которые хотели бы начать войну, но не находят предлога. Нарушение Будапештского меморандума – это годный повод для ядерного удара. Не зря во время Крымской операции на Черном море, в Северных морях, военные корабли тоже покидали базы. Также на полевые аэродромы уходила авиация, рассредотачивались наземные войска. Армию спасали от удара, а власть от заразительного примера бунта. Так командующие дали понять, что они готовы к списанию значительных потерь на своей территории и переводу страны в режим военного управления. Хорошо, что других желающих так масштабно повоевать в тот момент не оказалось. Если военный спор вымогателей дал жертве возможность выбора, то саботаж может стать спонтанным. Чем не подвиг спасти симбиозную систему от радиоактивного пепла, а ведь один крендель на пути к этому. Образование – это наделение людей образами, то есть шаблонами умозаключений и решений. Большинство людей при выборе решения для своих личных задач не рассматривают вариант с убийством. Если внутренний запрет не такой жесткий, то человек может пойти в армию и убивать людей под прикрытием организации. Теперь представьте себе главнокомандующего, который рисковал жизнью миллионов людей. Приходит он домой, и жена начинает раздражать. Неудивительно, что Аллилуева застрелилась из пистолета Сталина после семейной ссоры. Современные лидеры все же разводятся со своими супругами, а не хоронят их, и это обнадеживает. К воровству иное отношение люди с современным образованием считают воровство справедливым, если укравший договорился со свидетелями. Так сотрудник таможни не сочувствует тому, чей ресурс отбирает. Если люди считают справедливым запрет психоактивных веществ, значит они уже признали, что человеческое тело и человеческий разум не принадлежит всецело его личности. Кто-то указывает нам, какими химическими элементами питаться, и предлагает один из наиболее тяжелых наркотиков – алкоголь. Большинство алкоголиков и не догадывается, что для того, чтобы быть обдолбанным, не обязательно быть отравленным. А при желании отравиться можно и тремя литрами моноксида дегидрогена. В конце концов, право на жизнь принадлежит индивиду, так же, как и право на смерть. Я не призываю к суициду или наркофилии. Пока можете, поезжайте поблудить по Голландии, там легальные тортатишки. Подумайте, что проституировать мозгами ничуть не лучше, чем иным органам. Кстати, мозгами тоже можно испытать экстаз. Называется инсайт. Это когда тебя поразила новая идея. Преступление есть там, где есть пострадавший. Абсурдно наказывать того, кто вредит себе, если, конечно, не воспринимать людей как чье-то имущество. Власть не желает сокращения числа подчиненных и стимулирует размножение. Но отдельные люди видят увеличивающиеся автомобильные пробки и понимают, что инфраструктура не выдерживает. Жизнь людей становится проще благодаря разделению труда и накоплению знаний. Когда коллективный разум приобрел навыки медицины, то получилось избавиться от многих паразитов внутри человеческого тела. Сто лет назад паразитов общества хотели истребить, устроив военный коммунизм. Но диктатура пролетариата – это тоже диктатура. Будь то единоличное решение царя или общественное мнение, оно может быть ошибочным. Если есть вероятность, значит будет и регулярность ошибок. Когда есть разнообразие и 9 субъектов из 10 ошибаются, то все равно один успешный покажет путь и остальные с некоторым опозданием скопируют удачное решение. Если же все жизненное пространство будет захвачено одной парадигмой подчинения, то остается только наблюдать за накоплением критических ошибок. Чтобы более успешная версия эволюции смогла развиться на том же месте, придется ждать самоуничтожения тупикового варианта. Голиаф не обречен на победу и может получить премию Дарвина вместо прощи Давида. Цель этой статьи – сделать правдивость более весомым фактором выживания, нежели способность обманывать самого себя. Продолжение следует...